Уэйд в фейсбуке спрашивает Дэйв, какую книгу Папаевым инвестиционным фондом для чайников вы бы порекомендовали? Знаете, самая лучшая книга об инвестициях, которая у нас есть, это книга Криса Хогана, вдохновленной выходом на пенсию Я бы крайне настоятельно рекомендовал ее Это бестселлер номер один И в ней содержится множество деталей, к которым можно обратиться Но это зависит от того, насколько глубоко вы хотите изучить вопрос Я не знаю ни одной книги, помимо этой, в которой бы объяснялись Папаевые инвестиционные фонды таким простым языком и в таких подробностях Я скажу вам, что я осознал за годы инвестирования, за 30 лет, за 35 лет уже Главные причины, по которым Папаевые инвестиционные фонды, ваши деньги в Папаевых инвестиционных фондах растут Номер один, потому что вы вкладываете туда деньги Так много людей владеют теорией Так много людей сидят и обсуждают вещи за кружечкой кофе И имеют кучу мнений Но у них аналитический паралич Они никогда ничего не делают Непосредственное инвестирование денег позволяет расти вашим инвестициям, как ничто другое Вторая вещь, на которую я трачу подавляющее большинство своего времени касаемо инвестиций Это смотрю на процент прибыли за длительный период времени И знаете, есть пара вариантов, чтобы его измерить Есть совокупный среднегодовой темп роста Или есть простая формула, показывающая среднегодовую прибыль на определенном отрезке времени И вы можете взглянуть на среднегодовую прибыль S&P, что расширывается как стандартный и бедный 500 Вы бы могли побить его, если бы инвестировали в хорошие паевые инвестиционные фонды, которые показывают более высокую годовую прибыль, чем S&P На том отрезке времени, который вы рассматриваете Если фонд, открывшийся 30 лет назад, бьет S&P по среднегодовой прибыли за 30 лет Это все, что вам достаточно знать Если вы хотите сравнить два фонда друг с другом Как они себя показывали на одном и том же промежутке времени Вы можете сравнить среднегодовую прибыль Совокупный среднегодовой темп роста Он немного более сложный вариант взглянуть на это Но разница незначительна Разница незначительна Потому что, опять же, если вы выберете фонд, который превосходит S&P И вы, черт возьми, инвестируете в него Этого знания достаточно, чтобы стать миллионером Об этом говорят все данные И все эти остальные мелочи Детали и анализы, говорящие У S&P среднегодовой доход 11,6% А вот соукупный среднегодовой темп роста 10,7% Да, или что-то подобное Ну и что? Вы, чертовы, ботаники У вас такой аналитический паралич, что вы на самом деле ничего не делаете Я не говорю именно о вас, спрашивающем о книге для чайников Это другое Но что вы должны знать Так это то, что люди, которых привлекает мир финансов Являются математиками Они любят математику Я математик, я люблю математику Я много лет занимался чрезмерным анализом Я тратил так много времени на анализ И в итоге ничего не делал И люди доходят до аналитического паралича И многие люди в финансовом мире делают то же самое И они будут тратить огромное количество времени в своей жизни Что-то обдумывая в попытке это понять Это невероятно Вместо того, чтобы просто делать это Однажды на программу обратились и сказали Я учитель Дэйв Мой муж инженер Моя жена инженер, а я учитель И мы инвестируем в 401k Можете, пожалуйста, объяснить разницу Между совокупным среднегодовым темпом роста и среднегодовым доходом Что это такое? А какой у вас капитал? 4,2 миллиона Что это такое? В чем разница? Они даже не знают Смотрите ли вы на коэффициент расходов в PIF Смотрите ли вы на сборы 12b1 Что это? Они не знают этого Но имеют 4,2 миллиона долларов А тем временем, мистер ботаник капитала Не имеет ни гроша Но может дать вам подробный анализ И объяснить, что происходит внутри PIF Ничего не делать Имея 100 тысяч долларов на свое чертовое имя Но тот, кто просто бьет и делает это Выбирает достойные паевые инвестиционные фонды, которые превосходят S&P Которых очень много, кстати Именно он и становится миллионером У него нет аналитического паралича И знаете, я никогда не задумывался об этом раньше Но, наверное, я никогда больше не буду советовать книгу В которой детально описываются паевые инвестиционные фонды Потому что мне это не нужно И данные говорят, что и вам это не нужно Данные миллионеров А не бедных людей с навыками анализа Миллионеров По этой причине мультимиллионеры Это люди, которые делают что-то со своими деньгами Инвестируют, чтобы быть в выигрыше И у них есть свои инвестиционные принципы, которых они придерживаются Если вы пройдетесь по четырем видам паевых инвестиционных фондах, о которых мы говорим Роста, роста и дохода, агрессивного роста и международные Если решите распределить свои деньги между всеми четырьмя В течение 30 лет этот портфель PIF, который превосходит S&P Также лучше покажет себя, чем если бы вы инвестировали в один фонд или в один тип фонда Или уберите любой из этих четырех, и оставшиеся три будут хуже, чем все вместе четыре Мы проводили исследования Мы проводили анализ Мы все подробно разбирали И это абсолютно так Так что вам не нужна целая куча детального анализа Нет Но если вы хотите, то конечно Я не говорю, я не пытаюсь скрыть от вас что-то Если хотите понять это, то пожалуйста Но моя точка зрения, что это все мелочи Знаете, если честно, большинство людей даже не думают о том, есть ли у PIFов нагрузка В смысле, не знают, платят ли они комиссию И это ошибка Вы должны платить комиссию за часть своих средств Потому что благодаря этому у вас будет качественный инвестиционный консультант Который будет вам помогать Все возможные данные говорят о том, что люди, которые инвестируют самостоятельно, без PIFов с комиссиями, имеют склонность поджидать лучшее время для входа Они пытаются покупать, когда все растет, продавать, когда все падает И люди, которые пытаются поджидать лучшее время для входа Куча исследований Все возможные анализы показывают Что нет лучшей стратегии, чем просто покупать и держать И держать, и держать, и держать Что если он начнет падать? Никто не страдает на американских горках, кроме тех, кто спрыгивает Я не продал ни одного паевого инвестиционного фонда, который у меня был За исключением того случая Если он проседал в своей категории на длительном отрезке времени Если у меня был такой фонд Который показывал худшие результаты по сравнению с другими фондами на длительном отрезке времени Я просто менял его на другой фонд Либо, если я покупал недвижимость Я продавал некоторые фонды без комиссий которые я покупал на такие случаи. Помимо этого, я ни разу за 35 лет ничего не продавал на рынке, только потому что я был напуган или наоборот не покупал из-за своей жадности. Я просто стабильно инвестировал, стабильно инвестировал, стабильно инвестировал, стабильно инвестировал, стабильно инвестировал, стабильно инвестировал, и в результате у меня миллионы и миллионы и миллионы долларов. И вы можете так же. Все данные показывают, что если у вас есть кто-то, кто учит вас держаться от постоянных продаж и покупок И дает вам базовую информацию, чтобы вы продолжали инвестировать И понимали, во что вы инвестируете Кто-то с сердцем учителя Все данные говорят нам, что когда вы остаетесь в игре, не выходите и входите У вас есть наставник, который показывает вам, как выбрать то, что превосходит S&P Вот что имеет значение Почтите инвестировать, продолжайте инвестировать Не выходите, не прождайте лучшего момента для входа Покупайте фонды, которые превосходят S&P Если вы будете делать это проложительное время, вы станете миллионером или даже лучше Это шоу Дэй Варанзи